И вратарь Стефан Поратов. У Спартака в резерве Дмитрий Холестов, Андрей Тихонов, Андрей Иванов, Николай Писарев. Это Александр Томазун. Смотрим, как развиваются события на поле. Спартак футбол. Вот смотрите, сейчас Никифоров управляет мяч направо. Спартаковцы с первых минут стараются действовать широко. Крайние защитники, полузащитники расположились вдоль боковых линий. И Спартак атакует. Валерий Карпин доходит до штрафной площадки. Длинной передачи штрафной. Мяч не попал в ворота. А жаль. Ну, а вот и как. Выполнится штрафной. Шипа. И Юрий. Прекрасно сбежает несколько языков, в том числе русский. Отец у него из Калмыкии, мать. Он очень сблизился с соперником. И тут в падении ногами вперед отобрал мяч Джаркаев. Еще дальше положение вне игры. Клинсман вне игры. Безусловно, можно было не бить и не нервировать зрителей. Ну, что там, не слышу. И так много зрителей, хотя они очень... Вы знаете, зрителей прибавилось. Второй номер. Патрик Блондо. В составе... В Монако есть игроки, которые раньше выступали за сборную. Есть какие-то, которые сейчас выступают за сборную. Ну, по ходу игры будут какие-то комментарии делать. Пяти. Высокая передача. Мяч подкручивается. И с трудного положения. Удар поворота. Очень опасная ситуация. Всю ворот Спартака. Гинтера Стауча отбивает мяч. И Спартак... Никифоров. Длинный пас. Положения вне игры нет. Можно выходить и забивать. Гол. Удар. Родионов немножко промедлил. Мне показалось вначале, что будет. К линии мяч отправлен в штрафтой площадке. Защитники Монако играют точно. Пока. А вот уже ошибка. Пятницкий. Отличная передача налево. Ледяков в штрафтой площадке. У линии штрафной. Выжил. Сделал отличную передачу. Нужно бить поворота. Удар. Ну, как же так. Бил Карпин. Мяч попал в ногу Клода Пюэля. Тот сейчас защитил. Пятницкий. Карпин. Валерий. Прекрасно ассистирует. И сейчас сделал великолепную передачу. Последний. Должен быть. Нет, удар. Ударить трудно. Еще дальше передача. Удар. Вышший ворот. Игорь Ледяхов. И еще одна красивая, очень хорошая комбинация. Это Карпины показывают. Ну, посмотрите, как трудно было безчастных. Тем не менее, сумел он протолкнуть мяч Родионову. А тот еще дальше налево. Вот Ледяхов бил из-под ноги защитник Успании, Германии. Клинсман. Анопка. Мне бы казалось, что Клинсман рукой толкнул Анопку. Ну, что-то говорить. А так это продолжается. Сиска нет. Ох, какая опасная ситуация. Шифа делает передачу. Очень острую передачу. И удар по воротам. Тернавский не заметил, что из-за спины выскочил Сапкин. Несколько здоровый, не знаю, но играет все. И еще одна возможность. У Спартака бьет головой. Метров с 13, с 14 бил головой не очень сильно Родионов. Вновь Тюрам. И вновь длинный пас вперед. Шифа. Монак в атаке Клинсман. Всем хорошо. Утеплились хорошо. Сидят на трибунах. А до удовольствия на воздухе, весеннюю погоду посидеть в хорошей компании с друзьями, с товарищами. Посмотреть хороший футбол. Это и заряд бодрости, и отдых. Монако атакует. Шифа делает передачу. Ох, какая ситуация. Ой-ой-ой-ой-ой. Опять защитники. Упуст. Продолжает. Бесчастных. Вот смотрите, как. Боем бросается на мяча. Положения вне игры нет. Дюрген Клинсман выходит. Один на один с Гинтеренсом Стауча. Обводит его на угол очень острый. И перекладина. Давайте вздохнем с облегчением. Да. Было ли положение вне игры? Если будет повтор, мы, может быть, определим. Но это мы смотрим концовку этой атаки. Из трудного положения уже бил. Клинсман. Ну вот, недавно мы с вами, наверное, видели. Круг сборной Бельгии. Футболист, которого мы видели в разных клубах. В французских клубах. И вот перед тем, когда Монако был в Торино. Клинсман бьет опасный удар. Ловит мяч. Гинтера Стауча. Клинсман уникален. Нет в мире такого игрока. Сейчас. Вот так. Прекрасно выполнял штрафный. И Спартак. Хорошей позиции был. Бесчастных. Мяч подпрыгнул. И в этой ситуации, когда мяч подпрыгнул. Он было хорошо. А когда нужно несколько разнообразий. Играть. Играть не только по игроку, как говорится. А действовать и в зоне. И страховать. Здесь немножко он пока теряется. Ну и... Мяч идет мимо ворот. Но задел ногу Спартак. Все было. Поэтому Торино. Играть сегодня не очень. А пока штрафной. Никифоров и Анновка тут. Небольшое совещание провели. Никифоров бьет мимо стенки. И мяч попадает в перекладину. Хорошо ударил Никифоров. Давно Никифоров не забивал. Я, по крайней мере, уже не помню. А у него отличный удар. Вот видите, мяч подлетает. Скользнул по перекладине. Не дает развернуться. Не дает набрать скорость Клинсман. Пятницкий пытается догнать его Клинсман. Поврачится к нему спиной. Делает хорошую передачу. На право удар с хода бил Джаркаев. Не точно. Следующий матч из Голдосарая. Родионов не будет играть. Иль хорошо сыграл. С тем, как они не выстраивают. Далеко до ворота. Прямым ударом вряд ли можно забить мяч. Но он летит выше ворота. Сейчас опять борьба, борьба и Никифоров. Не стал рисковать. Не стал отдавать мяч партнеру, который был слева. Не стал отправлять мяч вратарю. И... Удар от ворот. Бил в рез угла. Слочади ворот. Вот такой длинный пас на дальний угол штрафной площадки. Никифоров. Цимбаларь. И налево. Никифоров входит в штрафную площадку. Какое там положение вне игры, не понял я. Может быть, чуть раньше было. Но судья... Ведет мимо стенки. И... Мяч пролетает. Чуть выше переклады на ворот. Ну и поздравим Монакко с тем, что команда уже, как говорится, вышла в полуфинал. Наша трансляция окончена. Комментатор Владимир Территорин. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!